Клятвы вечной любви Я очень рад заявить, польско-американская дружба и сотрудничество крепки как никогда. Однако вдали от камер, перед которыми стороны всячески демонстрируют свои добрые отношения, риторика союзников совершенно иная. Тот же польский чиновник, по некоторым данным, называет Союз Варшавы с США бессмысленным и считает, что он дает ложное ощущение безопасности. В распоряжении польского издания «Впрост» попала тайно сделанная запись разговора, в котором, предположительно, министр иностранных дел Польши сравнивает сотрудничество Варшавы и Вашингтона с сексуальными отношениями, где один партнер всегда ублажает другого, не получая ничего взамен. Вульгарным высказыванием польского политика предшествовали заявления представителя Госдепа. Она продемонстрировала свою любовь к крепкому словцу, послав своих европейских коллег куда подальше. Официально Вашингтон так и не признал подлинность этой записи, обвинив неизвестных, обнародовавших разговор во вторжении в частную жизнь. Все это часть шатких закулисных отношений Америки со многими союзниками. Так, канцлер Германии Ангела Меркель не удержалась от язвительных слов в адрес США и их подхода к базовым правам человека после того, как сама стала объектом слежки американских спецслужб. Это не в интересах немецкого народа. Дело не только во мне, а во всех гражданах. Мы должны доверять своим союзникам и партнерам. А теперь это доверие необходимо восстанавливать. Критики считают, что из-за растущего по обе стороны Атлантики разочарования, западному альянсу все сложнее скрывать постепенное ослабление доверия и взаимовыгодного сотрудничества. Они не хотят публично признавать, что альянс уже не так един, как раньше. Но мне кажется, в глубине этого крепкого с виду союза уже появились трещины. Каждой стране стоит в первую очередь думать о себе. Интересы Евросоюза и Соединенных Штатов начинают расходиться. И на этот раз ситуация очень серьезная. Редактор субтитров А.Семкин